Друзья, всем привет! Меня зовут Джека Панасюк, и я путешествую по тропическим островам в поисках новых приключений с элементами рыбалки, охоты, подводной охоты и бушкрафта, испытывая себя в условиях выживания. Эта серия будет длинная, а самое главное – очень насыщенная на события. Это сборник четвертого сезона, и сегодня будет много подводной охоты на экзотических морских обитателей. Охота в джунглях на крабов, а также самодельные ловушки, добыча пресной воды и ее альтернативы в тропиках. И самое главное – разные методики добычи огня без спичек и без зажигалки. В общем, будет очень интересно, поэтому усаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Очень вкусно. Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюки. Я по-прежнему путешествую по тропическим островам, испытываю себя в условиях выживания. И история с островом Акул закончилась, но это не значит, что закончились все мои приключения. Я вернулся на прошлый мой остров, где у меня есть парочку невыполненных миссий, а именно это верша, это ловушка на крабов, это львиная скорпена или крылатка, которую я пообещал все-таки поймать и съесть. Нужно выполнять свое обещание. А сегодня я соскучился немного за этим островом, посмотрю, что здесь поменялось. Раздобуду себе еду, разведу огонь и приготовлю это. В общем, первая моя задача, я хочу попытаться развести огонь без моего огнива. Это такой небольшой себе вызов. Сейчас идет отлив, когда откроется риф, хочу с Гавайкой прогуляться по мельяку, пособирать или крабов, или морские ежи. Ну, в общем, что-то нужно будет поймать для того, чтобы приготовить на костре. А еще, друзья, все время, когда я нахожу вот такие вот рыболовные веревки всякие, я их собираю. У меня уже достаточно большой запас, потому что я хочу еще сделать ловушки на крабов или на птиц. Оп, оп, опа. На воде, вижу, плавает кокос. Но если он плавает, то есть шансы, что в нем есть и воздух. Давайте проверим. Да. Он закрыт, и в нем есть какая-то жидкость, возможно, сок. В общем, этот кокос закрыт полностью, и в нем есть сок. Судя по нему, его уже жизнь нормально потрепала в океане. Я, честно говоря, сомневаюсь, что с него будет какой-то толк. Не знаю, видно вам или нет, там в середине большая дыра. Возможно, это и есть нора какого-то огромного краба. В общем, заодно и кокос откроем. А с помощью этого будем пытаться раздобыть огонь. Только главное, мокрыми руками мой труд не трогать. От этого зависит успех эксперимента. Итак, друзья, эксперимент будет номер один. Это все-таки я попытаюсь развести огонь с помощью моего швейцарского ножа Викторинокса Свисчемпа. Напомню, здесь есть увеличительное стекло. И его гиоптрии, или как это правильно называется, в общем, кратность увеличения этого стекла, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы разжечь огонь. Но, я не знаю, то ли немного погода поменялась. В общем, мне показалось, что все-таки шансы есть. И для того, чтобы немного схитрить, ну не схитрить, а упростить задачу, я взял ранее уже сженную часть ветки. Зачем? Древесина уже горела в огне, с нее выгорает лишняя влага, с нее выгорают смолы. Такого плана дерева, почти уголь, легче в нем добыть искру и разжечь огонь. В качестве труда это будет все тот же хлопок. В общем, вот такой вот плод, в нем есть пух. Теперь берем эту ветку и берем наше увеличительное стекло от ножа Викторинокса и попытаемся добыть искру. Буду выжигать в том месте, где уже горела ветка. И я вам скажу, что я сразу вижу дымок. Давайте, блин, как-то нужно показывать вам. Видно? Я надеюсь, что вам видно, идет дым. Есть, дымок пошел, это уже признак того, что образовывается уголек. Я вижу, что уголек, где был черным, он белеет. Это значит, что наше увеличительное стекло выжигает уголь. Значит, это работает. Фух, дым идет, белеет дерево. Но как его передвинуть аккуратно? Ну, давай, давай. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Наконец-то. Наконец-то огонь. В общем, друзья, эксперимент с ножом Викториноксом, маленьким угольком и кусочком какого-то пуха, он возможен. Знаете что? По крайней мере, там белой начинки много. Не пахнет свежим кокосом, конечно же. Еще тот квас. Не знаю, что хуже, быть без источника воды или пить скисший кокос. Как вы думаете? Ну, это лучше, чем ничего, а начинку я могу, во-первых, попробовать съесть. Честно скажу, начинка почти нормально себя чувствует. Есть вкус, конечно, подскисшего кокоса, но видно, что еще весь кокос испортиться не успел. Поэтому будем благодарны тому, что есть. А еще эту начинку я использую в ловушках на крабах. Я знаю, что манговые крабы очень любят кокос, поэтому это тоже будет источник питания для моих крабов. Ну что, пришло время поймать себе что-то покушать. За рифом, конечно, волна разгулялась, но у нас есть возможность погулять по меляку и пособирать чего-то полезного и съедобного. Сейчас я полез с разбутым, хочу сохранить свою обувь хоть какое-то время сухой. Здесь буду передвигаться босым, это рискованно, но я вижу здесь состояние рифа. Здесь нет коралловых рифов, таких как были на острове акул. Морских ежей здесь тоже очень мало. Хотелось бы поймать пару крабов. Или какую-то мурену. Вот в таких вот маленьких штучных озерах нужно искать рыбу, которая застряла во время отлива. Вот в таких вот бассейнах тоже нужно внимательно быть. Маленькой рыбки здесь очень много. А вот хотелось бы что-то побольше. Хотя бы какую-то небольшую мурену поймать. Обычно в таких окнах плавают мурены. А сейчас как назло, ничего нету. Мне очень нужна еда. Где же крабы подевались? Обычно их тоже полно. Нет, не видно. Нашел небольшие морские ежи. Ну а совсем маленький, малюсенький. Вот такого бы найти, но большого, было бы другое дело. Вон еще один. Короче, целый мне его достать не удалось. И икры там совсем мало. Такого еще малыша нашел. Давайте раскроем его, посмотрим. Может хоть что-то питательное есть для меня. Два вот таких вот малыша есть. Такой себе у меня стол получился. Квашеный кокос. Я надеюсь, что мой всемогущий желудок справится с этой задачей. Раз, 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 раз. Просто разрезаю его на две части. Смотрим, что у нас внутри. Я вам скажу, здесь есть экран. Я не думал, что даже в такого маленького, а морского ежа может быть уже экран. Это очень круто. Не зря я его забрал. Как в лучших ресторанах Шанхая. Осколки только на зубы попадают. А так, в целом, то очень даже неплохо. Вкусно, даже вкусно, честно. Только нужно осколки убирать. Я думал, что у маленьких нету икры. А ее здесь очень даже много, смотрите. Вот это вот икра. Аромат мидий, но больше похоже на слабосоленую рыбу. То есть, оно в меру соленое, слегка сладкое и с ароматом мидий. В общем, как я люблю ставить баллы, давайте по 10-ти балльной шкале. На 6. Очень даже вменяемо. Раз. Просто его разрезаем на две части, и получается у нас вот такая вот цацца. Такой у меня пока что перекус. Морской еж, кусок кокоса. Ну, хоть что-то. Я надеюсь, что когда будет прилив, вода немного успокоится. Поднимется уровень воды, и я смогу с гавайкой поймать себе добычу побольше. В ресторанах она, кстати, очень дорогая. Перекусили, уже хорошо. Ну, и, конечно же, кокос забираем с собой. Хочу немного достать плод этого скишного кокоса. И лучше я его попробую поджарить. Боюсь я, чтобы мне не поплохело от такого источника энергии. Дома орехи на костре жарил, и очень даже вкусно получалось. Но кокос я еще не жарил. Вот так вот выглядят мои кокосовые шашлыки. Ну, этот кокос я заберу с собой, позже буду его кушать. И начинку эту использую для ловушки на крабов, чтобы подманить крабов на вкус и запах кокоса. Ух, у нас есть огонь. Поджарились. Смотрится аппетитнее, чем сырые. И чем-то напоминает мне кусок сала. Всех бы лангустов променял бы на кусочек хорошего сала. Пахнет забавно, если честно. Как-то оригинально. По-новому. Так я еще не жарил кокосы на костре. Пока жарится мой кокосовый шашлык, пойду погуляю с Гавайки. И вдруг еще поймаю какую-то рыбу или морского ежа, найду кину туда в угли, пусть поджарится тоже. Я думаю, мой кокосовый шашлык уже достаточно готов. Его можно смело дегустировать. Просто пахнет кокосовым маслом. Я так понимаю, дерево тоже дало не самый вкусный аромат. Оно пахнет копченым, но знаете, этот запах лучше подходил бы к какому-то мясу, а не кокосу. Зато скисшая часть меньше ощущается. В общем, странный вкус, если честно. Похоже на то, что я кокос из Баунти засунул в мясной шашлык. Кокосовый шашлык. Додуматься. О! О! Та часть, где поджарилось, прям хрустящее. Оно реально похоже на... Чуть-чуть похоже на грецкий или греческий орех, запеченный в духовке. Вот это прикольно было. Да, где больше поджарилось, там вкуснее. В общем, да, было землетрясение. Так что, скорее всего, подводное ружье будет. Слышно вам? Там огромный мангровый краб. Просто целая банда вот таких вот бандитов. Так как я сегодня планирую ночевать в джунглях. На гамаке, рядом с мангровыми кустами и камнями, где я видел крабов. Думаю, сделаю парочку ловушек и наутро как раз их и проверю. Ну а для одной из ловушек мне понадобится один плоский камень. Максимально большой и плоский. Теперь нужно найти плоский широкий камень для моей ловушки. На крабов, на варанов, на птиц. Все, что попадет туда. А я надеюсь, хоть что-то попадет туда. В любом случае проверим, работает это или нет. Нет. Вот форма хорошая, но он не плоский. А мне нужен такого же рода, но плоский камень. Кстати, друзья, хотел поделиться с вами. Вчера, когда я был еще в цивилизации, лежал себе на кровати, отдыхал вместе с моим псом. И лежу такой на руке, слышу гул такой. Думаю, что за дела. Опять такой на руку лег. Слышу. Поднял тишина. Тишина. Думаю, ну не может быть какой-то большой грузовик рядом с моим домом. Потому что дороги как таковой нету там. В общем, да, было землетрясение. Я сразу же собачку под руку на улицу. Ну, не сильное было, но тем не менее, кровать потрясло нормально. Это, пожалуй, впервые, когда я нормально попал в момент землетрясения. Его ощутило, не где-то проспал и не почувствовал. В общем, прикольная ситуация. Бывают здесь и землетрясения оказываются. И мне сказали серферы, что именно в этот момент, когда было землетрясение, пошли очень большие волны на пляж. Поэтому находиться где-то на островах в такие моменты тоже достаточно опасно. А тем более ночевать на берегу. Именно поэтому у меня сегодня появилась идея взять свой гамаги и на острове уже переночевать ближе к мангровым кустам, там, где видел я крабов, а не оставаться на берегу рядом с этими мощными волнами и без землетрясения. По-моему, этот отлично подходит. Да, и размер у него нормальный. Был бы пошире, было бы лучше, конечно же. Ну и такой сойдет. Друзья, а это вот джекпот. Я думаю, вы понимаете, почему. Найти что-то стальное, металлическое на острове, это на грани фантастики, поэтому этот гвоздь это просто золотая находка на моем острове. Есть. Вот такой вот гвоздь. Он может быть и курком для ружья, и системой спуска самой стрелы. То есть опускается, стрела вылетает. Очень не хватало мне такого элемента, тем более сталь достаточно крепкая, и он не гнилой. Это прям находка-находка. Поднялся я на скалу. Очень здесь прикольно, уютно, красиво. А самое главное, вот эти камни, трещины и норы, где есть мангровые крабы. Когда-то ночью я их здесь видел и пытался поймать. Думаю, можно здесь и разбить свой лагерь. Где-то здесь я и попытаюсь сделать первую ловушку с помощью этого камня. Теперь нужно найти палку-копалку. Мне нужно будет вырыть яму. Ловушка будет по форме этого камня. Суть будет в том, что камень будет захлопывать ловушку, закрывать нашу добычу внутри, а под камнем мне нужно будет выкопать яму. Во-первых, я выровняю немного здесь платформу, где камень стоит, в этой области. А во-вторых, мне нужно будет по форме камня выкопать яму поглубже. Камень убираем в сторону и приступаем к работе. Самое главное то, что здесь скала. Каменистая порода и вот такие вот сюрпризы будут попадаться мне на пути. Ну, достаточно глубокая уже ловушка. Этого, возможно, и хватит. Очень даже ничего. Так. Ну, в общем, вот так. Раз. Оп. Пять. Это для того, чтобы Чтобы земля, если дождик пройдет, размоет немного, чтобы все равно наш камень сработал и зафиксировался. Слышно вам? Блин, как красиво поют птицы. И все. Ну, суть такова. Должна сработать на уши. Вот это другое дело. Здесь будет петля, там будет курок, животное будет нажимать и ловушка будет закрываться. Поменял я сторону спускового механизма вот этого, потому что когда камень в эту сторону падает из-за наклона, он во время падения съезжает ниже. Поэтому я поменял сторону и будет срабатывать теперь в эту сторону и никуда камень не уедет. Только нужно укрепить теперь всю систему и все будет идеально. Все. Одну раз. И закрыть. Ну, суть будет такая, что к этому рыболовному шнуру я привяжу маленькую веточку на дне этой ямы, кину туда приманку. И если какая-то птичка, варан или же краб полезет вниз, он наступит на эту ветку, ветка потянет за шнурок вниз и получится такая вот реакция. Наша ловушка закрывается и птичка или варан или краб остается в нашей ловушке. Поднимаем нашу крышку, делаем распорку, которая будет срабатывать. Хочу ее максимально чувствительно настроить, чтобы она при малейшем же касании срабатывала, но не сработала от ветра. Вот эта веточка привязана, она ставится снизу как распорка. Все, наша ловушка готова. Это наш спусковой курок. Наступает на курок. Вот таким вот образом работает эта примитивная ловушка. Сверху на курок я положу маленькие веточки поперек, чтобы сделать такую себе паутину для срабатывания. В качестве наживки я на дно бросаю мякоть от кокоса. Здесь тоже положу чуть-чуть. Понатираем, чтобы все было в запахе кокоса. Очень осторожно, без лишних движений. Ловушка заряжена и готова. Кокос лежит прямо на курке, парочку кусочков привлекает запах. Добыча приходит, нажимает и остается внутри ловушки. Ставьте ставки, сработает или нет. Ну что, друзья, ставьте ставки, попадется что-то в мою ловушку или нет. На мой взгляд, она вполне рабочая. Все что угодно может попасть в такую ловушку, главное менять наживку. В любом случае, мне интересно, это такой себе эксперимент. Посмотрим, попадется туда что-то или нет. А ваше мнение и прогнозы в комменты никто не отменял. Солнце уже потихоньку опускалось за горизонт. Я решил немного освежиться и поплавать в океане. Конечно же, взял с собой свою Гавайку на тот случай, если на моем пути встретится что-то интересное. Во время прилива было очень сильное течение, что сильно затрудняло мое передвижение под водой. Это и есть моя самая главная проблема во время подводной охоты. В траве я высмотрел небольшого сомика. Но достаточно упустить его из виду, и вы больше его не увидите. Он очень хорошо маскируется в подводной растительности. Еще одна небольшая рыба, но зато очень быстрая. А вот рыба флейта. Она была не по зубам моей Гавайки. Также я внимательно осматривал разные щели и под камнями, в надежде найти лангуста. Но все, что мне удалось найти, так это вот этого большого морского ежа. Выглядел он достаточно странно, поэтому кушать его я не рискнул. Также на моем пути попадались морские огурцы, но они были достаточно старыми. В результате я собрал немного уже мне знакомых красных морских ежей, немного перекусил и обратно вернулся в джунгли. Шустрый. Хотел я его поймать тоже. Смотрим. Мух. Бор. Че-че-че. прикольно увиделись прям в лицо летит большая зеленая красивая бабочка она наверное в шоке что здесь свет появился вот это да друзья смотрите сколько вы помните мой кокос я 100 оставлял здесь смотрите смотрите какие огромные вот этот просто чемпион это монстр смотрите пуп он просто нереальный он очень большой он очень большой вот это да это самый большой которого я видел он нереально огромный смотрите он просто монстр вот это да он очень большой и не очень крепкие клешни вот это да так что как вы видите работает моя приманка по крайней мере я уже предвкушаю посмотреть на мою ловушку по мух блин он очень большой смотрите смотрите какие они большие капец вы это видите что это вот это да вот это да они не отпусти его пусть и капец я должен это вам показать своих руках это что-то это просто настоящие монстры я таких еще не видел никогда вот этот вот просто он нереально большой очень большой теперь я уже не сомневаюсь что здесь есть кокосовые воры мой кокос съели полностью прошло буквально я не знаю часов 5 наверное или 6 и мой кокос съели просто целая банда вот таких вот бандитов класс вот это да смотрите капец смотрите какой красавчик он очень большой это блин целое произведение искусства честно я таких не видел еще и тяжелый он такой это просто гигант это самый рекордный кокосовый краб которого я встречал посмотрите просто монстр целый монстр это самый большой кокосовый краб которого я когда-либо встречал он просто большущий я знаю что они вырастают до 4 килограмм этот конечно не 4 килограмма но для меня это тоже скажем так трофей он очень большой смотрите капец пошли проверять ловушку. Я надеюсь, что там тоже нас ждет какой-то бонус. Так, друзья, я нашел свою ловушку наконец-то. Что-то я, оказывается, сместился совсем вверх по темноте. Потерял ориентир. И самое главное, что я вижу, что она сработала. Что она сработала. Или ветер подул. Или камень катился. Но в любом случае она сработала. Ну что, ваши ставки? Страшно. Класс. Вы поняли? Привет. Честно сказать, не вас я ожидал. Я очень рассчитывал на мангрового краба. На красно-фиолетового такого. Которого я показывал вам ранее. Но в любом случае, эксперимент с ловушкой удался. Первое, я не знаю. Или ловушка сработала от этого небольшого краба. Или она сработала до этого. И он просто на запах сюда залез. Или в нору уютную. Мы будем считать, что и ловушка сработала от него. Что, в любом случае, эксперимент мой удался. По крайней мере, можно экспериментировать дальше. Менять наживку. И, возможно, туда что-то другое попадется. А самое главное, я понял, что на кокосовый плод лезут крабы очень хорошо. И можно экспериментировать. Возможно, эта ловушка будет для кого-то уютным новым домом. И пусть живут. Братанчик, если хочешь, у тебя есть выбор. Эта серия будет достаточно насыщена на события. С помощью гавайки мне удастся поймать сегодня добычу, чтобы потом приготовить ее на костре. Также я покажу вам один из методов, как я добываю пресную воду, находясь в джунглях. Пока что в таком месте я разбил себе лагерь. Рядом с этими камнями, где мангровые крабы живут. Посмотрим, как мне здесь с ними будет уживаться. В любом случае, я мобильный. Могу перемещаться, искать новые локации. Просто после землетрясения я не хочу находиться, во-первых, рядом с волнами. А во-вторых, находиться у подножья горы, потому что во время землетрясения скалы обваливаются. Это опасно. Теперь берем нашу бутылку и отправляемся поглубже в джунгли, где побольше у нас есть свинька. Для того, чтобы влажность под деревьями была максимальная, именно в таких местах лучше всего добывать в деревьях, в корнях, в воду, в пресную воду. Что нас именно интересует, так эти вот лиановые такие корни, они идут с самого низа и доверха. Это и есть магистраль воды в листьях, которые находятся на верхушках деревьев. Поэтому в этих магистралях и протекает пресная вода. Сок сладкий. Ну, я не знаю, видно вам будет или нет, но в этого корня, в этой лианы очень пористая внутренняя часть, прям как соты, по которым вода и продвигается снизу вверх. Нижнюю часть тоже нужно обрезать. Есть. Вот так вот выглядит. Чуть-чуть земля, но в основном сладкая вода. Так, здесь огненные муравьи, нужно сваливать. А теперь все, что нам нужно, это верхнюю часть разместить сверху, нижнюю часть опустить вниз и направить в нашу обрезанную бутылку и дать немного времени. Это верхняя часть, ее нужно закрепить где-то повыше. Отлично. Смотрите, смотрите, сразу. Видите? Ничем я не мочил лиану. Смотрите, сверху полностью сухая и сразу же потекла вода. Только я поднял верхнюю часть вверх, нижнюю вниз, по этим трубам, по магистралям водичка пошла вниз. Теперь нужно не терять времени. Берем вот эту бутылку, которую я нашел только что. Обрезаем. Все, подставляем сюда и собираем нашу воду. Смотрите. Теперь нужно нашу лиану чуть опустить, но чтобы не упало. И направить прямо в нашу бутылку. Пресная вода, сок с этих лиан сливается мне в бутылку, а позже я его соберу. Это один из вариантов, как можно добыть пресную воду в джунглях, если у вас нету или источника, или речки, или давно не было дождя, чтобы собрать пресную воду и вскипятить ее на костре. Пошли. А вот этот вот кусок каната я сейчас обязательно достану и вырежу его. И с помощью него можно будет обвязываться вокруг кокосовой пальмы как с траковкой и подниматься наверх пальмы, обрывая кокосы, а не ждать их снизу, пока упадут. Время не очень. Пока я ожидал результат моего эксперимента с добычей пресной воды из лианы, я решил немного освежиться и нырнуть пару раз с гавайкой. Почти сразу я заметил в траве небольшого сомика. И как только я нырнул к нему, резинка на моей гавайке оборвалась. Конечно же, пока мне удалось пофиксить эту проблему, рыба уплыла. Дальше я увидел в одном из камней небольшую нору, в котором сидел маленький лангуст. Я попытался его схватить и вытащить, но он держался очень крепко, и у меня была бы возможность только оборвать ему усы, чего я решил не делать. Отпустил его, пусть подрастает дальше. Потом я очень обрадовался, потому что встретил гигантского моллюска. И я знал, что такого размера моллюска может быть около двух килограмм мяса. Также я знаю, что они достаточно опасны и руками их лучше не трогать, потому что они могут зажать ваш палец и вряд ли отпустят. Ну а когда я решил его поднять, меня ожидало разочарование, потому что это был всего лишь пустой фрагмент без мяса внутри. Друзья, выбросило океаном мне уже знакомый фрукт. Кто помнит, я его пробовал. Похоже на скишое яблоко, наквашенное яблоко, вернее. Говорят, достаточно полезное. Но я думаю, оно уже подпортилось, судя по нему. Ну просто, чтобы вы понимали, сколько в нем сока. Обычно здесь уровень воды достигает этого уровня. Смотрите. А сейчас, насколько низко упал уровень океана, я пользуюсь этим шансом. Смотрите, вот крабы разбегаются. Еще одна какая-то пещера. Смотрите, как красиво здесь океан вымыл все. Хочу поискать здесь крабов. Во время отлива я здесь встречал очень большие размеры. Хочу поймать хотя бы одного. Пока наша вода набирается в бутылочку. Немножко уже есть, я вижу. Правда туда муравьи залазят, но это не страшно, я их потом уберу. Место у меня не сильно удачное получилось для сбора воды. Ничего. Главное показать вам, как этот метод работает. И давайте еще на одном фрагменте я на быструю руку вам покажу. Итак, вот еще один корень лианы есть у меня над головой. Крупный. Опа. Опа. Прям видно, смотрите. Сразу я резал и прям сок. Смотрите. Вот такое вот молочко выступает с этой лианы. Конечно же, друзья, разные лианы растут в разных местах, на разных деревьях. И нужно быть с этим осторожным, потому что разные плющи бывают ядовитые. Так что, если вы собираете воду с лиан или с деревьев, или с корней деревьев, обязательно ее нужно вскипятить. Обязательно. А по возможности еще и профильтровать. А вот это вот естественный клей на дереве. Сок. Образовывается вот такой вот клей, который можно использовать для того, чтобы, к примеру, склеить два донышка от стеклянной бутылки и сделать увеличительное стекло для розжига костра. Тоже полезный ресурс. Вот наша бутылочка вся в муравьях, но не суть. Самое главное показать, что не этот рабочий. Минут двадцать прошло. Но я думаю, больше с этого дерева уже сока не выйдет. С одной ветки я насобирал себе пару глотков пресной воды. Иногда это решает много. А самое главное, что такой метод не требует много затрат и сил. Поэтому прогулялись, нарезали себе десять таких лиан. Поставили в чаши и пол литра пресной воды у вас гарантированно будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я понимал, что времени у меня осталось совсем немного до того момента, как начнет темнеть, поэтому я взял свою гавайку и обратно отправился на поиски рыбы. Так как это был последний шанс, чтобы поймать себе что-то на вечер покушать. Под водой уже было достаточно темно, но радовало то, что из-за сильного течения вода была прозрачней и иногда на потоках течения мне удавалось ускоряться за рыбой. Обратил внимание, чем ближе к вечеру, тем больше рыбы я встречал на своем пути. И я обязательно обзаведусь подводным фонариком и займусь подводной охотой полностью ночью. В погоне за одной небольшой рыбой я встречаю на своем пути еще одного сомика. И в этот раз у него не было шансов. Я его подстрелил, но он скрылся под камень. Осталось только его достать. Я тоже уже достаточно устал. Собрался с силами, набрал воздуха и сделал последнее контрольное погружение. Добыча есть. Это долгожданная победа. После этого момента моя камера зависла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, помимо этого сомика мне удалось подстрелить еще совсем такого небольшого. У моей камеры есть особенность одна. Она любит зависать. И под водой ты уже ничего сделать с этим не можешь. Потому что руки мокрые. Открыть и перезагрузить камеру возможности не было. Но, как поймал этого, хоть записал, это уже хорошо. В общем, забираю свою добычу. Возвращаясь к гамаку, разведу костер, приготовлю, покушаю. И заодно нужно проверить ловушку на краба. Возможно, что-то уже попалось. Друзья, как вам такая картина? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот это да! Смотрите, какие огромные! Ох, и монстры! Вон еще один. Вот это да! Интересно, куда они все собрались. Вот этот прям огромный, смотрите. Царапает руку, смотрите, он против. Ох, у них и цепкость. Как они хорошо держатся. Вообще, отвесная скала. Они держатся лучше, чем я, смотрите. А вон у них норы где, видите? Еще один сидит. Это чуть поменьше. Это, возможно, какая-то пара. Если бы у меня... А вот, смотрите, еще совсем другая ракушка. Каждый по-своему уникальный. Если бы у меня сейчас не было двух рыбин, тех, что я поймал на Гавайку, я бы по-любому сварил бы супчик. Вот это да! Он вылазит с этой ракухи и атакует. Очень большой. Очень большой и сильный. Друзья, вы это видели? Вы это видели? Смотрите туда внимательно. Там огромный мангровый краб. Вот это я место нашел. Большие крабы. Все, сегодня миссия номер один. Хоть у меня есть рыба, тем не менее, мне нужно поймать какого-то краба. Пошли разводить костер и будем готовить рыбу. А то я уже голодный. И время уже позднее. У нас есть огонь. Друзья, знаете, чем мне больше нравится ночевать в джунглях? Тем, что, во-первых, здесь всегда есть сухие дрова. Они не в соленой воде и нету проблем с разжиганием костра. А второе, я еще заметил, что нету комаров. Я не знаю почему. Возможно, это сейчас такое чудо. Но я бы очень хотел, чтобы ночью они меня тоже не тревожили. Но это удивительно. Но я рад. Смотрите, кто ко мне в гости прилез. Вот моя рыба. А вот этот гигант прилез сюда, не знаю, или просто на шум. Сомневаюсь я, что он пришел на огонь. И может быть на запах рыбы. Не знаю, не знаю. Так и просится ко мне на шашлыки. Но мне хватит сегодня рыбы. Все, братан, давай, иди по своим делам. Вон кусок кокоса, доедай его. А мне не мешай готовить кушать. У меня есть своя еда, у тебя есть своя. У меня как? Продолжение следует... В общем, друзья, спереди показывать пока что не буду, вижу краба. Просто если я на него посвечу, скорее всего он убежит. Буду светить вниз, камеру вообще возьму в зубы и попытаюсь с Гавайки попасть в него большой манговый краб. Продолжение следует... У меня выбора нету. Забираем. На дымку коптится мой морской сом или налым. Маленький, совсем уже копченый, но это хорошо. Пусть он так и будет на дыму. Большого я хочу поджарить сейчас, съесть перед сном, а маленького оставить на утро и мне будет что покушать. Знаете, что мне здесь нравится больше, чем на острове Акул? Здесь свежее. Здесь ночью, вот как раз я как одет, мне прям комфортно. А на острове Акул спать просто нереально было. Я просто просыпался всю ночь, был весь мокрый. Плюс эти лодки вечно туда-сюда, по этой магистрали плавали. Было некомфортно. А здесь, конечно, очень шумит океан. Но здесь свежо. Пошли посмотрим, как наша рыба. Не, ну маленький. Уже аж прям в натуре, как копченый с магазина. А большого нужно ближе. Вот так вот его поставлю. Пусть немного поджарится, потому что уже времени нормально прошло. Радуешься огню, радуешься своему улову и тому, что сегодня ляжешь спать неголодный. Жирный, сочный плавничок. У меня уже так слюнки текут. Копченые, аж золотистые. Сочные, красивые, на дымку подкопченные. Ну что, друзья, пришло время доставать нашу рыбу. Отлично. О-е-е. Аж бронзовый, золотой. Вот это, да, я уже предвкушаю. Маленького, наверное, оставлю все-таки на утро, так как и планировал. А большого буду пробовать. Ох, он такой жирный, слушайте. Прям я вижу этот жирок на спинке. Ммм. Ммм. Он идеальный. Он прожарился просто идеально. Ммм. А корочка хрустящая пойдет. Это заслуженная победа. Идеальное окончание дня. Сытный ужин. И я надеюсь, хороший сон. Горячий, блин. Очень хочется кушать, но горячий, капец. Он очень вкусный. Он сочный, жирный. Когда нужно, гавайка выручает. Просто очень выручает. Ммм. Обожаю хрустящую корочку. Ммм. Ну что, друзья, нашел я все-таки свою вершу. Буду доделывать ее. И сегодня я поставлю на ночь. Попытаюсь поймать кокосовых воров или манговых крабов. В любом случае, наконец-то я ее испытаю. Главное, доделать. Хорошо, что я додумался оставить вершу на дереве. Потому что от дождей, от сырости она бы просто сгнила к моему возвращению. А так она висела на дереве в сухом месте. Продувалась. И обратите внимание, кстати, как она подсохла. Образовались чуть больше отверстия. Но это не страшно. В весе она точно на процентов 70 стало легче. Видно, что влага с лиану шла. И она намного легче. Прям намного легче стало. Данную ловушку я буду испытывать только на местных жителях. Возможно, птицы, вораны, крабы, кокосовые воры. В общем, я... Время покажет, что удастся или удастся вообще поймать в эту ловушку. Главное, мне ее донести до лагеря. Продвигаемся дальше. Вот за мной как раз эти камни, где и живут мангровые крабы. Очень жарко. Вверх-вниз, вверх-вниз выматывает очень сильно. Но ничего. Главное, что ловушку я все-таки нашел. Принес ее на базу. Доделаю. Сегодня поставлю. А пока что, пока еще светло. Нужно сделать докотский очаг. Это будет моей кухней в моем лагере. Нету ли здесь кого-то в этой норе? У меня возникла идея с этой ловушки как раз и сделать докотский очаг. Здесь большой идет спуск. Вам на камеру, наверное, этого не видно. Идет вот так вот спуск. Здесь я сделаю подкоп, траншею, а здесь будет выход огня, самого пламени. Воздуховод вот так вот и здесь будет само пламя. Поэтому вот эту часть нужно сейчас будет заложить камнями и засыпать землей, чтобы воздух заходил только с этой стороны и выходил с той стороны. начало закрою, чтобы не засыпать землей, пока буду уплотнять. ну вот так приблизительно выглядит мой докотский очаг. тяга должна быть хорошая. Конечно же, сейчас прям я запущу и проверю. пока что тяга есть. Небольшой огонь начинает разгораться. Сюда воздух заходит, идет по воздуховоду и здесь дает жару. На вот эти два камня я хочу поднять этот вот и он будет как сковородка. Докотский очаг, это моя кухня. Здесь я смогу теперь спокойно готовить пойманную мною рыбу, которую я поймаю или на гавайку, или на спиннинг, любую, в принципе, добычу, используя камень как сковородку. Работает как турбина. Уже вечереет и смотрите, кого я нашел под камнем. Сидит здесь, я думал, улитка сначала, но цепки, зараза, смотри какой. Опа. Если я сегодня поймаю большого, то обязательно приготовлю его. Нужно попробовать, какие же они на вкус. Вход в ловушку буду делать с такого вот каркаса. Это был плетеный светильник какого-то кафе, видать. Выбросил его на берег. Та, что часть была с какой-то соломой сделана, она полностью сгнила. Но сам каркас с таких вот прутьев, они тоже гнилые, но для того, чтобы создать форму входа, их будет достаточно. А заплетать его я буду, как обычно, с помощью лианы. Все хорошо идет. Я почему-то думал, будет ломаться. А оно очень даже аккуратненько все получается. Смотрите, еще две таких лианы, я думаю, будет достаточно. Костер нужно не забывать, чтобы не погас. Пусть прогревает камень, там пока что крабик жарится. А вечером я очень надеюсь, что моя ловушка сработает. Или это я уже руку набил, пока делал эту вершу. Или здесь на самом деле все легче получается. Смотрите, какой вход. Вот. Вот такой вот конусообразный вход получился. А теперь эта штука входит внутрь нашей ловушки. вот так плотненько садится сюда. Прямо смотрите, по размеру я прям угадал. И теперь наши крабы будут залазить по этому входу конусообразному. Вот так это получается. Краб залазит сюда в поисках кокоса, пролазит внутрь, заходит к добыче, кушает, а назад вылезти будет сложно, потому что они будут залазить под выход. Но я думаю, суть вы поняли. Достаточно уютная, а самое главное с натуральных материалов ловушка. Я больше чем уверен, что она будет достаточно эффективная. Еще есть парочка выброшенных кокосов. Кому тропических опарышей голубого цвета. Аппетитненько, конечно. Очень аппетитненько. Я надеюсь, вот здесь есть чуть-чуть мякоти кокоса. Здесь немного есть мякоти гнилой вместе с этими опарышами. Возможно, это как раз и будет привлекать внимание наших кокосовых крабов. Поэтому вот эту вкусняшку мы положим в ловушку и куда-то ее запрячем. теперь нашу вкусняшку поставим подальше туда вглубь ночью или утром я проверю попадется что-то в мою ловушку или нет. Пока моя добыча жарится на моем дакотском очаге, а крабы просто массово залазят в мою ловушку. Казалось бы, так темно, да? Смотрите, выхожу в джунгли на более пустой участок, а здесь совсем еще день. Как же красиво. Скоро закат. Наслаждаешься такой панорамой и хряцаешь красных мангровых крабов. Смотрите, как он покраснел. Он и так называется мангровый пурпурный краб, фиолетово-красный, но после моего дакотского очага совсем краснючий стал, очень красивый. Рыба тоже уже почти готова, но пока она там на дымку доходит, коптится, очень хочу попробовать этого мангрового краба. но вкусный все равно. Даже камнем разломать не могу. Достаточно крепкая. Вот эта лечня более сырая, меньше была на огне, даже не успела покраснеть. мясо очень вкусное. Мяса немного, совсем немного в этого краба. Но он оказался меньше, чем я предполагал, значительно меньше. Чуть я расстроился, но хорошо, что это самец, не так уж критично. Мясо сладкое. Прям очень вкусно. Очень сложно просто его разбирать, когда он очень маленький. блин, очень вкусный. И пытаясь найти свою ловушку, друзья, в темноте не могу найти свою ловушку. Пришло время проверять ловушку мою. Вижу первого парня. туда. Ты куда собрался? Иди сюда. Вау. Красавчик какой, да? Там еще один куда-то лезет. Ты куда собрался? Иди сюда. Не, ну этот поменьше. Этого мы брать не будем. А вот этого, возможно, я заберу. У-у-у-у, смотрите. Вот это да. Прям над ловушкой. Но видать, видать просто я рановато пришел. Потому что, смотрите, они есть здесь. Они пришли на запах по-любому. Опа, красавчик какой. Вижу в дырке тоже мангрового краба большого. Но он очень далеко, я к нему не достану, это точно. Здесь они спускаются с этих кустов по лианам. И этот. Два есть у меня на утро, чтобы их сварить или сжарить. Опа, куда ты, куда собрался? Не-не-не. Вот еще один. Смотрите, какой кабан. О-го-го. Здесь ракушка маленькая, а он сам огромный. Смотрите, насколько боль. Вот это крещня. Вау. Вот это монстр, смотрите. Очень-очень мощный. Блин, хочу вам показать, но мне страшно, реально. У него очень большая крещня. Он сразу выкручивается, чтобы укусить меня. Смотрите. Вот это крещня у него, да? Смотрите, схватил, и ему все равно. Ну, здесь мяса побольше. Там те визуально казались больше, потому что ракушка большая. А здесь, ну, реально этот чемпион. Большая крещня. Мощная крещня. И он подбирается к моему пальцу. Он просто огромный. Этого точно забираю. Такая у меня тряпичная есть сумка. Вот этого вот. А-а-а. Заберу. Ох, у него и крещни, конечно. А-а-а. Я чувствую, как они там кусают этот пакет. Погнали дальше. О-па-па. Смотрите, смотрите. Он что-то тащит. А что он тащит? Ладно. Я уважаю его. Так как он добытчик, возможно, в семью тащит какую-то еду. Оставлю его. Найду еще побольше, чем этот. Вот один. А вот еще один. Друзья, я нашел еще больше, еще больше. Просто капец. Смотрите. Вау. Это просто самый огромный. Там их целая семья. Смотрите, сколько их. Но этот просто вне конкуренции. Здесь и ракушка огромная. Сейчас он вылезет, я его за голову возьму. Потому что если я держу его за ракушку, он может схватить меня клешнями. Посмотрите на размер этой ракушки. Вот за моей рукой. Смотрите. Это, конечно же, да. Это чемпион. Это стопроцентный чемпион. Вот это да. Смотрите, какой он большой. Вот это да. Главное не упустить тот момент, когда он меня схватит за палец. Он уже почти ко мне достал. Вот это да. Вы это видите? Это официально заявляю. Это самый большой. Он просто гигант. Гигантище. Посмотрите. Посмотрите. Посмотрите, какой он большой. Посмотрите, какой размер у него. Блин, очень интересно. Такой азарт. Как будто я осенью хожу, собираю грибы. Только в этот раз это не грибы, а большие раки, отшельники, крабы, кокосовые воры. Ну что, друзья, этого хватит. Утром будет что приготовить. Я надеюсь, что завтра смогу с гавайкой поймать рыбки еще, чтобы покушать. Пошли к гамаку, будем отдыхать. Такой день сегодня. Насыщенный на события, в принципе. Пришло время проверить по-светлому нашу ловушку. Но я думаю, эта идея не очень, потому что крабы активны ночью. Смотрите, кстати, вылизали просто кокосовую скорлупу. Под камнем вижу совсем далеко маленького одного отшельника. Тоже, смотрите, вылизали скорлупу, походу, вместе с этими червяками. Ну, вроде бы никого нету. Ладно, пошли нашу ночную добычу будем готовить. Спустился я к океану. Хочу здесь приготовить своих крабов с красивым видом. С камня выложу основание моего костра, внутрь которого я хочу поместить вот этот вот большой элемент бамбука. Здесь я до конца хочу пробить дырку и с него сделать свою кастрюлю. Набрать с океана воды в эту емкость и попытаться вскипятить воду именно в сухом элементе бамбука. Получится ли в бамбуке вскипятить воду и сварить своих крабов, но это будет опыт. В пластиковой бутылке раков я уже в Украине варил, поэтому попробуем еще такой метод. Пластиковой бутылке раков. Как-то так будет стоять. Ну а сюда я положу крабов и сварю. Кстати, друзья, теперь буду юзать новый нож. Ну для вас он уже не новый, это викторинок с кемпер, который я разыгрывал очень много раз на своем ютуб канале. Рассказывал за него, показывал, но не использовал в суровых условиях, поэтому я решил немного с ним погонять. Хочу пока что начать свой огонь, как обычно. Собираю волосы из кокосового ореха. Это очень хороший труд для старта нашего костра. Ножик еще острый такой. Свисчемп я уже затупил нормально. Свисчемп я уже затупил. Мне не нужно сегодня будет разжигать костер правильными дровами, потому что мне всего лишь нужно вскипятить воду. Это хороший момент, немного поубирать на пляже и сжечь немного пластика, что упростит мне задачу с нагреванием воды, ну и немного принесет пользы. Пока там разгорается мой костер, хочу доделать это отверстие в моей бамбуковой кастрюле. Уберу зазоры, чтобы крабы сюда залезли. Пошли набирать воду. Пошли набирать воду. Совсем вылез с ракушки какой-то просто пришелец. Вот это монстр! Субтитры добавил DimaTorzok 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 Уже сильно обгорел мой бамбук. Я надеюсь, что не прогорит и вода не вытечет с него или не даст большую трещину. Очень надеюсь, что эксперимент удастся мне. Вода, вижу, маленькие пузырьки пускает. Горячая. Дровишками поддерживаю температуру. Такая себе кастрюля с натуральных материалов. Хотя я уже вижу, что она начинает закипать. Эксперимент удался. Вода закипела, причем очень хорошо закипела. Это что-то новое, друзья. Вода закипела просто в бамбуке, в сухом бамбуке. Он не прогорел, вода осталась внутри и кипит полным ходом. Давайте варить крабов и будем пробовать их на вкус. Вот он. Я его предварительно усыпил, а этот еще активничает. В общем, пока вода кипит полным ходом, нужно их погружать. Он не залазит в мою кастрюлю. Давай, давай. Опускайся. Опускайся. Ты пролезешь, я знаю. Хорошо. Давай к лишнями вперед попробуем. Или я тебе по частям буду варить. Буду варить по частям. Один куда-то убежал. Вот он. Не-не, дружище. Не сегодня. Да, я был уверен, что он залезет вовнутрь этой кастрюли. А потом мы и этого сварим. Еще буквально минутки три дам. Я не хочу его переварить, чтобы мясо было мягеньким, сочным. Наши крабы максимально свежие, поэтому нет смысла их варить долго. И да. Какihet. Этим. Сčинь. А варень. итр. Этим. Кстати, друзья, кто, возможно, не знал, то самые вкусные крабы или лангусты или лобстеры вареные именно в морской воде, в океанической воде. Там идеальная пропорция соли и немножко есть такая сладость. Блюдо получается просто идеально вкусным и не нужно добавлять соли еще. Достану, усыплю и кину нашу кастрюлю вариться. Пытаюсь его выкрутить по резьбе, как болт с гайки. Такой вот пришелец. Капец. О, этот залез поглубже. Ну все, этому тоже даю 5 минут, таки буду забирать и пора уже их дегустировать. Самое время вытягивать второго краба. Кипит полным ходом. Этого краба положу в первую тарелку, а второго нужно достать, он упал туда. Вот так вот выглядит моя кастрюля. Опа. Опа. Выпадай. Горячо. Есть. Так вот выглядит сегодняшний мой обед, а вот так вот выглядит бамбуковая кастрюля. Выгорела капец как, но тем не менее насквозь не прогорела и вода с нее не вытекла. Мне удалось вскипятить воду в бамбуке и там же сварить своих кокосовых крабов. По поводу ножа, пока что мне в нем все есть. Так, ну мои кокосовые тарелки мне не пригодились походу. Смотрите, какая красота. Вот так вот выглядит мой обед. Очень аппетитно, очень красиво. Начнем с самого большого, с вот этого. Но сейчас он уже не такой большой, когда нет ракушки. Так, вот эта задняя часть смотрится подозрительно, но я должен ее попробовать. Ой, по-моему это кишки. Ой да, это все его желудок. Я такое кушать не буду. А вот это походу вся съедобная часть башка и его клешни. Опять дикие осы летают. Я умею найти себе место. Мясо очень вкусное. Мясо очень вкусное. Очень сладкое мясо. Очень нежное и сладкое мясо. Мне он вкуснее, чем лангусты, честно говорю. Спрятался немного в тенеке, потому что солнце уже так припекает, что капец. Смотрите, сколько мяса в нем. Смотрите. Это все мяско. Мясо очень мягкое, нежное и сочное. Смотрите. Честно, он вкуснее, чем лангусты. Это клешня. Большая. Такой джекпот. Вкусище мясо. Блин, ох и вкусное. Очень вкусное мясо. Очень сильно вкусное мясо. Я еще и голодный, конечно же. Но, честно, я не преувеличиваю. Это 10 с 10. По моей шкале вкусняшек это 10 с 10. Это второй. Кстати, что заметил, он жирный. С него прям жирок выступает. Я не пойму, почему. Где взялся жир в крабе? Но. У меня прям руки жирные. Может потому, что он кокосовый вор. И это кокосовое масло. Ну, блин, на самом деле очень вкусный. Как я, друзья, мониторил кокосы на пальмах? Если ты подходишь к знакомой уже пальме и не видишь там кокоса, это значит, что его нужно искать снизу. Здесь не нашел, пошли дальше. Еще одна пальма. Ну, как на такую пальму можно вылезти, чтобы достать кокос? Нереально просто. Пошли искать под этой. Есть! Есть! Полностью спелый кокос, друзья. Кто ищет, тот всегда найдет. Нашел такой плоский камень. Будет в качестве стола сегодня. В следующий раз я как раз его и использую, как свою сковородку на костре. Долженеть 마지막! Нешело вопл psychiatric ленину. Несело! Нешело!!! В общем! Несело! Пр Lan sua лень! М europeo. Продолжение следует... 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 потому что сок нужен для моего бульона с этого медвежьего рака, с каменного лобстера. Как вам удобнее, как интереснее, так и называйте. Ну вот, получается, у меня есть кастрюля, внутри есть жидкость, это и будет наш бульон. И вот такая вот крышка для нашей кастрюли. Закрываем, и должно мясо закипеть внутри. Теперь ветки расставляем по сторонам, так, чтобы пламя окутывало весь кокос по периметру. Ну и ставим его внутрь. Так, лучше пока что это сделать без веток, потому что если ветка перегорит, он может провалиться внутрь глубже, этого нам не нужно. Друзья, впервые я вижу такое существо. Сначала под водой, когда увидел, я был уверен, что это лобстер, просто красного цвета. Я уверенно за ним нырнул, а когда ближе подплыл, я очень засомневался, потому что я понял, что это не он. Но видно было, что это какое-то ракообразное. Уже сейчас я знаю, что это медвежий рак, или каменный лобстер, или слипер лобстер. В общем, это одна из разновидностей лобстера. И мне очень интересно, какой же он на вкус, но выглядит он реально, как какой-то пришелец. Лапки такие, коготки у него разноцветные. И цвет тоже, знаете, сначала посмотрел, и как бы кричит, опасность, опасность. Но на самом деле, уже сейчас я знаю, что это безобидное существо. Хоть и выглядит оно страшно. Субтитры делал DimaTorzok Тележка. Смотрите, как все красиво. Оп, оп, оп. Вот это да! Какая красота! А саму оболочку я выбрасывать тоже не буду. Это будет моей декоративной тарелкой. Нужно найти пластиковую бутылку. С помощью нее будем добывать огонь. Смотрите, идеально. Кладем его сюда. Смотрите, как я делал. Поймал, наконец-то поймал луч Самое главное его найти Вот так вот с помощью пластиковой бутылки и воды с океана можно добывать огонь, потом просто перенести сюда вот эту искру в наш труд Таким вот образом можно добывать огонь с помощью пластиковой бутылки и воды с океана Ух, турбина такая Ну вроде бы кокос держится молодцом Сок уже очень горячий А сам орех вроде бы и не собирается прогорать так что я думаю все будет хорошо Пока что рядом поставлю на палочки пусть мой маленький лангус тоже жарится А этот панцирь я положу рядышком с огнем Пусть он здесь прогревается Прожаривается Я его еще использую как тарелку Я предвкушаю Должно быть очень вкусно Зацените последствия моей последней подводной охоты Как вам мой наконечник Пока будет закипать мой бульон из лобстера Хочу съесть вот этот вот мини-шашлычок с маленького лангуста В ресторанах, в самых хороших ресторанах, когда есть свежие морепродукты Креветки готовят 2-3 минуты максимум Поэтому имейте в виду Мясо должно быть слегка прозрачным И оно тогда будет сочным и вкусным Смотрите, какой чистый бассейн красивый Маленькие рыбки плавают Такая себе джакузи Хочу немного освежиться Главное, не сесть за какого-то морского ежа Лакшери лайф Мой шашлык с лангуста С мини-лангуста Большого не было Пришлось забрать маленького Кушать что-то нужно Очень вкусно Так веселее Немного освежился Пошли посмотрим, как там наше главное блюдо Что-то все это дольше закипает, чем я ожидал, если честно Возьму бамбук Отпилю два узла Сделаю трубку И буду раздувать огонь Чтобы быстрее все это закипало Потому что мне уже надоело ждать Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то начинает закипать, появляются маленькие пузырьки. Но чтобы вы понимали, часа два, наверное, у меня ушло на это, чтобы раскочегарить этот кокос. На самом деле метод рабочий, но очень долго, очень долго это всё. Если бы был сухой кокос, само собой, это было бы намного быстрее. Но поскольку наш кокос молодой, сырой, в нём очень много влаги, поэтому много, скорее всего, огня ушло на то, чтобы просушить эту влагу и источник тепла добрался, наконец-то, к самому соку и начало всё это закипать. Но часа два точно я с этим играюсь, так что имейте в виду. Пришло время резать моего лобстера на кусочки и загружать туда уже. Он уже потемнел, пока я вскипятил эту воду. Вот мясо нашего лобстера, каменного лобстера. Открываем нашу кастрюлю. И закрываем крышкой. Я думаю, минут 7 хватит, поскольку оно кипит еле-еле. Но этой температуры хватит для того, чтобы сварить наше мясо. Оно свежее и достаточно нежное. Пока варится наш бульон, я подготовил небольшую тарелочку для бульона. Это будет моя чаша для самого мяса. Декоративная такая штука. Потом с головы тоже мясо достану обязательно. А пока что хочу сделать парочку китайских палочек, чтобы кушать это все. Поскольку ложки у меня нету, бульон просто буду пить. Вот почему я не люблю ножики, в которых не фиксируется лезвие. Вернее, нету лайнера. Просто перепутал в обратную сторону ножек и лезвие закрылось тебе в руку. Ну хорошо, что все обошлось благополучно. Одна палочка. В какой-то период я жил, бывал в Шанхае, поэтому достаточно хорошо приловчился уже пользоваться китайскими палочками, так как я любитель суши, сашими и тому подобной китайской и японской кухни. Поэтому опыта у меня уже достаточно, как ними пользоваться. Ну а бульон я просто буду пить с чаши. Нормально. Пойдет. Попробуем нашими палочками посмотреть, что у нас там получается. Так, это кусок кокоса. Дымка хопнул. Это идеально. Чуть не рухнула вся моя конструкция. Один камень упал и немного мой котел или кастрюля кокосовая перевернулась, но хорошо, что все осталось на месте. Пора снимать. Вот так вот выглядит моя кокосовая кастрюля. Внутри еще кипит мой бульон с каменного лобстера. Ингредиенты очень экзотические даже для меня. Ну уже можешь падать, мне уже ничего. Молочный такой бульон получился. А теперь достанем мясо в нашу вот эту вот раковину. Вене и панцирь нашего каменного лобстера. В кучку все. Оно прям на маленькие дольки разделилось все. Смотрите, какая красота. Все остальное раскипело, разварилось. И там сейчас такая, знаете, как сытный такой бульон получается. И мне кажется, это самая-самая вкусная часть осталась именно в нашей кастрюльке. По хардкору еще парует наш бульон. Но я горячего не боюсь. Такая вот кастрюля. В общем, закипела. Временем это много заняло. Но стоило ли оно того, сейчас узнаем. Очень сладкое. Прям, знаете, и нету какого-то запаха от морепродукта, который мешал бы этому вкусу. Но честно, больше похоже на сок. Ну и на молоко. Понятно, что это и есть кокосовое молоко, но оно вроде бы стало еще слаше и больше с привкусом молока. Другими словами, оно похоже на более спелый кокосовый орех. Вкусно, вкусно, мне нравится. Наш супер деликатес. Зацените. Какая подача. Я люблю красиво подавать еду, чтобы она не только вкусная была, а и красивая. Поедать глазами. Я еще такое существо не кушал. Пахнет, конечно, круто. Смотрится, я думаю, тоже хорошо. Напишите, напишите от 1 до 10, насколько выглядит это блюдо. И вообще сама идея приготовления такого лангуста, вернее лобстера в кокосовом орехе. Причем сразу же в его соке. Не просто его использовать как сосуд, а использовать его сок как основу бульона. И вот такой вот экзотический морепродукт. В общем, затыкаюсь и пробую. Шикарно, просто шикарно. Ну, мясо это, ну, прям один в один с лангустом. Но оно с кокосовым ароматом очень вкусно, очень вкусно. Ой. Класс, кайф. Единственное, единственное, опять же повторяюсь. Друзья, когда готовите морепродукты, не переваривайте, не пережаривайте их. Буквально чуть-чуть и сразу пробовать нужно. Я вот перед этим, когда вкинул, достал один кусочек сразу. Он был сочный. Сейчас немного переварил. И оно уже, знаете, такое, типа, как куриная грудка, переваренное. Но очень вкусно. Это как? Но, конечно же, времени занимает это очень много. Мне кажется, нужно... Не нужно, а есть альтернативы. Тот же пример бамбук. Намного быстрее он закипел у меня. И было бы не хуже. Просто, возможно, сок взять, перелить, к примеру. Очень вкусно. Ммм, мм, 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 мм. Но это безумно вкусно. Кулинарных идей у меня хоть отбавляй. Приятного аппетита, друзья. Я знаю, что вы тоже кушаете вместе со мной. Поэтому приятного аппетита всем. Пишите, чем вы сейчас заняты, что кушаете. Теперь разберу вот эту голову. Там тоже есть мясо, запеченное на гриле. Просто не вареное. Загадочная штука. Хорошо видно вам? Со всеми спецэффектами. Максимальная передача эмоций и атмосферы вам через камеру. Не пойму. Внутри здесь такое соленое. В общем, размазал я объектив камеры. Просто буду доедать, как есть. Зато соленое внутри. Очень вкусно. В лапках тоже есть мясо. Немного, но есть. На апреле уже подкрадывается ко мне. Поэтому доедаю. И буду возвращаться обратно в джунгли. Подниматься на гору. И пойду отдыхать на свой гамак. Друзья, кому понравилось мое видео или было чем-то полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...